По оккупированным территориям опять приходит информация от Генштаба, что противник использует гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины в целях для размещения личного состава. Так, в населенном пункте Михайловка Заборожской области в общеобразовательной школе устроили казарму и разместили более 100 военнослужащих. Это где-то чуть больше роты. Ну и скажу так, что раз Генштаб это дает уже в своей сводке, значит туда скоро должно что-то прилететь. Может быть уже прилетело. Либо Хаймарс, либо что-то там еще, что достает до этого населенного пункта. Далее, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также нашими защитниками были уничтожены 2 ударных беспилотных летательных аппарата типа Шахет-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 районов огневых позиций артиллерии и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага. В общей сложности Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали личного состава 620 оккупантов, враг понес потери в технике, в танках 4 единицы, в боевых бронированных машинах 2 единицы, в артиллерийских системах 32 единицы, Беспилотники оперативно-тактического уровня 12 единиц и автомобильной техники 30 единиц. Также в специальной технике было уничтожено 6 единиц. Там задавали вопрос, сразу по ходу будут такие короткие вопросы, буду отвечать, задавали, иногда в сводке звучит, что авиация Силы обороны нанесла авиационный удар по двум районам средств ПВО противника. А потом в общей сложности, там говорится, средств ПВО враг потерял одно. В чем разница? Разница в том, что удары можно наносить, они бывают успешными и неуспешными. Значит одно средство ПВО поразили, второе средство ПВО, второй район мог быть и не поражен. Поэтому это не разночтение, это не ошибка, это констатация факта. Последний абзац содержит именно констатацию факта по боевым донесениям наших командиров. Вот такой вот урожай собрали наши Силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая сложилась в Украине и вокруг нашей страны. Тут помните, да, в Нигере, в государстве Нигер произошел военный переворот, там действующий президент находится под арестом. Я вам говорил, что страны Нигерия взяла на себя инициативу, и страны-соседи рассматривают вариант создания коалиции и вооруженного вторжения на территорию Нигерии с целью восстановления действующего президента и возвращения его к власти. Так вот, президент Нигерии уже внес даже в парламент страны предложение о военной интервенции в Нигер. Вот, посмотрим, ну я думаю, что парламент не откажет, так что они будут сейчас готовить войска для того, чтобы они выдвинули ультиматум, не вот этим генералам, которые совершили там переворот. Посмотрим, чем это закончится. Ну, в принципе, скажу, что хорошим вряд ли чем, потому что фактически это грозит тому, что на африканском континенте начнется довольно большая, может начаться довольно большая война. Причем не регионально, не местного значения, не между двух стран, а может даже могут за Нигерию, могут к Нигерии, точнее, могут присоединиться и другие соседи, странные соседи, которые имеют совместную границу, а может просто пожелают восстановлению конституционного порядка в Нигере, пожелают в этом поучаствовать и предоставят свои войска. Далее, страны Балтии окончательно решили распрощаться с Российской Федерацией и у них идет планомерный переход от энергосистемы, отключение от энергосистемы России и полное подключение к энергосистеме Европейского Союза. На сегодняшний день пока что запланировано, что в феврале 2025 года страны Балтии должны полностью отключиться от Российской энергосистемы, перейти полностью на европейскую энергосеть, синхронизировать подключение и использовать только электроэнергию Европейского Союза. Далее, Польша. Вот я вам говорил, что получила продолжение. Тут идет футбольный матч. Я, в принципе, ничего неожиданного здесь не увидел, потому что от Лукашенко можно ждать все, что угодно. Он играет, опять же, роль такого, я бы сказал, ничего не знаю, ничего не видел такого человека. Вот как он с картой носился, что вот я вам сейчас покажу, откуда планировалось нападение на Беларусь. Точно так же и здесь. Польша предоставила, Министерство обороны Польши предоставила подробную информацию, которая бесспорно, бесспорно, с объективным контролем подтверждает факт нарушения воздушного пространства Польши 1 августа двумя белорусскими военными вертолетами. Это и такую доказательную базу, ну, естественно, передавало ее Министерство иностранных дел Польши, передало ее в МИД Беларуси. Там отметили, МИД Беларуси сразу же отметил, что все приведенные данные противоречат позиции Республики Беларусь, изложенные в официальных заявлениях МИДа Беларуси и Министерства обороны Беларуси. Ну, и белорусский МИД не увидел безоговорочных доказательств нарушения Беларуси границ и провокаций. Вот такое вот, ну, ничего, еще раз повторюсь, ничего неожиданного. Я не я и лошадь не моя. Вот такой вот принцип, к сожалению, что в России, что в Беларуси. Надо отметить еще одно событие, это на России есть такой Ватканский завод, очень важное предприятие, предприятие, которое производит ракеты Искандер, для комплексов Искандер. Так вот, там произошел взрыв в цеху. Причем, очень интересное обстоятельство. Дело в том, что цех, это уже по сообщениям, анализируя российские паблики, молодцы, они очень дают много ценной информации, можно выудить. Так вот, оказывается, цех был очень секретным, и все сотрудники цеха, выходя на работу, или приходя на работу, сдавали мобильные телефоны. Поэтому то, что там в местных соцсетях пишут, что не верьте, что нет жертв, потому что просто нет связи. У этих людей не было мобильных телефонов, если кто-то там пострадал или ранен, он не может сообщить родственникам, а телефоны не отдают. И сейчас там проводится ликвидация последствий взрыва. Говорят, что взорвалась ракета. Вот по разным оценкам взорвалась ракета, в этом цеху-цеху нанесены громадные повреждения. Так что в ближайшее время может быть перебои с производством ракет Искандер, что нас не может не радовать. Субтитры сделал DimaTorzok